Здравствуйте, друзья! С вами снова Павел, как обычно. Сегодня я хочу рассказать о подключении датчика HC-SR04, это ультразвуковой дальномер, к Raspberry Pi. В одном из видео я уже подключал этот датчик, но к Ардуино. Теперь то же самое хотел проделать с Raspberry Pi. Ну давайте по техническим характеристикам я вам его озвучу снова. У него есть 4 контакта. Диапазон измерения от 2 см до 400 см, то есть до 4 метров. Точность измерения плюс-минус 1 см. Угол измерения 15 градусов. Ультразвуковой дальномер работает на частоте 40 кГц. Рабочее напряжение от 4,8 до 5,5 В. Диапазон рабочей температуры от 0 градусов до 60 градусов. Единственное отличие в подключении этого датчика между Ардуино и Raspberry Pi. В Raspberry Pi рекомендуют еще вставлять резисторы. Резистор ставится между ножкой тринг и пином в 1 кОм. Ну вот тут не очень видно, как я это подключил. Давайте я вам на схеме все примерно покажу уже на компьютере, что к чему подключается и как оно будет работать. Вот давайте перейдем на компьютер. Так, ну что ж, друзья, вот мы перешли на компьютер. Давайте я вам тут расскажу, что как подключается по схеме. Значит, смотрите, вот он датчик, у него 4 ножки. Значит, плюс, минус, тринг и эхо. Значит, плюс у нас на 5,5 ножку подключается. Земля у нас идет на землю, подключается. Вот тринг у нас идет на... Где он там? Тринг у нас идет на GPO-22. Эхо у нас идет на GPO-4. Вот, это можно посмотреть на любом схеме обозначения GPO, на какие ножки подключать. Но если удобнее посчитать, то получается 1, 2, 3, 4 ножка это эхо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ножка это тринг. Вот, далее, схема с резистором, то есть, смотрите, то есть, эхо у нас... Ой, земля у нас, естественно, на землю, 5 вольт, 5 вольт, да? Эхо у нас идет через резистор 220 Ом, но я ставил 1 кОм на GPO-4. Вот, тринг идет у нас на GPO-22. Еще между эхо и землей, резистор на 330 Ом, но я в другой схеме видел, ставят еще резистор на 2 кОм. Так, ну что ж, давайте подключимся к Raspberry Pi. Так, вот мы подключились, привели игрованный режим, заходим, переходим в вкладку КОМ, первым делом я создал вот этой командой mkdir папку, где будут храниться скрипты Python. Я ее назвал Python, так и назвал. Вот, она у меня создана. Вот, если посмотрим, вот она у меня имеется. Значит, переходим в нее. Перешли, здесь у меня есть два скрипта, Sense2Pi и Sense3Pi. Вот, значит, как его создавать этот скрипт, да? То есть, командой nano мы просто пишем, ну, допустим, 123.py. То есть, у нас создается файл 123 с расширением pi. То есть, мы открываем, все, сюда копируем скрипт, допустим, какой вы нашли там в интернете, да? И хотите его отредактировать под себя и так далее. Ну, допустим, цифру 1 я тут оставлю. Вот, все, у меня создался, видите, дополнительный скрипт. Вот. И мне он не нужен, в принципе, я его удалю. Вот. Значит, смотрите, вот они два скрипта. Я их добавил уже себе там, в тело все записал, чтобы долго видео не снимать. Вот, поэтому давайте зайдем на него, я вам покажу, что тут. Значит, ну, первым делом импортируется модуль Raspberry Pi GPO и Time. Вот. Объявляются пины у нас. 22-й GPO это Tring, 4-й GPO это у нас Echo. Вот. Также они объявляются, какой из них входной, то есть Tring, это выходной и Echo входной, да? Вот. Значит, что далее у нас там интересного такого рассказать? Далее необходимо выждать минимум 50 миллисекунд для задержки между измерениями, вот, чтобы четко показать измерения. Но я выставил тут даже больше. И честно, я даже не знаю, сколько. Вот. Так, ну, что, далее тут интересно рассказать. Далее, смотрите, вот как вы выставили длительность сигнала, вот, далее необходимо ждать, пока не начнет поступать сигнал на порт Echo. Нужно отметить начальное время сигнала. Как только сигнал начнет поступать, необходимо понять, когда он закончится. Как только он привется отметить, когда он закончится. Далее, это с помощью переменных делается, с помощью переменных у нас PULSE END и PULSE START. Вот, они тут задаются, вот, точнее они задаются вот тут у нас, PULSE START и PULSE END. То есть это время начала и конец. Вот, это у нас тут формула получается, PULSE DURATE, вот, равно PULSE END минус PULSE START, да. Это у нас высчитывается по формуле. Формула у нас, скорость равна дистанция, деленная на время. Вот. То есть нам, скорость у нас известна, да, нам нужна дистанция. Вот, и разделить это все на 2. Вот, полученный результат разделить на 2. Вот она, получается. Ну и, собственно, все. Еще и вывести это все дистанция и в сантиметрах. Вот. Ну я, конечно, объяснил не очень четко, но, в принципе, я думаю, понятно. Ничего тут сложного нету. По блокам, за что отвечает, думаю, рассказал. Вот, и что в итоге происходит. Смотрите, вводим команду PITON SENS 2PY, да. Вот, подставляю руку. Вот, у меня, типа, пишет, пошло измерение, вот, 5 сантиметров. Далее, вот, руку я отдалил, 53 сантиметра показываю. Ну и так далее. Руку убрал, он сейчас покажет, я думаю, 125, да. Вот. Вот, единственное, что тут, смотрите, я, как вот на Ардуино, у меня не получилось зациклить, то есть, чтобы постоянно измерения шли. Вот. Я пытался цикл ввести, но мне выдавали ошибки. Вот, поэтому я немного вел, точнее, нашел другой скрипт, но он более серьезный. Вот. Более серьезный. Так, что нам нужно для него? Значит, смотрите, первым делом нам нужно установить еще два модуля. Два модуля. Значит, как это делать? Модули на PITON устанавливаются такой командой. PIP install и номер модуля. Нам нужен нам, нам пайп, но он у нас установлен. Вот. Уже. И, в принципе, второй тоже установлен. Только нам нужно его для установить для PITON на третьей версии, поэтому тип 3 ставим. PITON устанавливаются такой, он у нас, в принципе, тоже должен быть, да, установлен. Вот. Но если он у вас первоначально не установлен, поэтому устанавливайте его. Но перед этим надо обновить операционную систему для более, точнее, на актуально. То есть, как это делать? Get update сначала, команду вводите. Потом upgrade вводите. Вводите, и все, у вас, то есть, обновляется система полностью. Вот. Что насчет второго скрипта? Вот. Так, секундочку. Вот. Он очень большой. То есть, видите, вот этот модуль импортируется, который нужно скачать. И вот он. Вот. Тут пошли всякие объявления переменных. Вот. Далее. Ну, тут я, честно, даже особо не разбирался, что тут. Ну, он, в принципе, и серьезный такой. Вот. Уже более серьезным человеком сделал. Значит, что он делает? Он делает следующее. Опа. Да. Потому что PITON 3 надо. Вот. Смотрите. Вот измерения пошли. Видите, я руку туда-сюда двигал. Вот у нас измерения изменялись. И, в итоге, он высчитывает среднее значение, и какое у нас расстояние среднее получалось. В принципе, вот за этот промежуток, да, можно руку туда-сюда двигать. Ну, допустим, если я руку оставлю на одном месте, он, да, он 5,6 показывает постоянно. И вот опять 4, в принципе, вывел. Вот. Среднее значение. Вот если полностью убрать руку, вот он мне сейчас какие-то... А, ну вот 120 как раз сантиметров он и показывает, как и предыдущий, когда я убирал руку. Единственное, видите, тут погрешность какая-то серьезная. Непонятно почему. Вот. Ну, да ладно. Вот. Ну, собственно, вот так вот это все и настраивается. Значит, смотрите, я, в принципе, ссылочку в описании видео на скрипт оставлю, вот, на скачку в текстовом файле, а дальше копируйте там себе, куда хотите. Вот. Далее я попробую еще поразбираться. Вот, может быть, что-нибудь новое еще интересное увижу. Я сделаю видео. Так, кому понравилось видео, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте, обязательно отвечу в комментариях. Вот. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, добра, позитива. Пока-пока.